Здравствуйте, господа! Не ожидал я, что мой следующий стрим на колесах будет по такому поводу. Но при всей печали ситуации, все-таки чуть-чуть маленькая и небольшая радость, что все-таки позволили устроить церемонию прощания. Так что я возвращаюсь, попрощавшись с Константином Анатольевичем Крыловым. Там, конечно, и сам ритуал тоже, в общем, сделали. Карантинном, такие квадратики на полу, на которых нужно стоять полу-три метра друг от друга. И даже число людей ограничено, то есть не пустили в зал всех, так что пришлось ходить очередями. Я был в первом потоке, потом пошел второй поток. Ну, были некоторые известные личности, я думаю, вы догадываетесь, кто примерно должен был прийти и гарантированно, так сказать, попрощаться с Константином Анатольевичем. Вот, но если меня не обманывает мое зрение, то навстречу мне на втором потоке пошел Андрей Юрьевич Ткачев, что, честно говоря, для меня неожиданно. Если это правда так, то, в общем, должен признать свой респект по такому поводу, потому что некоторые ролики Константин его комментировал, и, в общем, не самым лучшим образом. Может быть, не так резко, как это делал я, но, в общем, суть-то та же. Может быть, они были знакомы лично, я не знаю. Может быть, Андрей Юрьевич что-то об этом скажет нам сегодня или завтра. Но в любом случае жест я оценил, да. Народу, конечно, гораздо меньше, чем достойно было бы для такого человека. И вообще, тут, ну, Егор хорошо речь сказал, в общем, не хватает ни оркестра, ни почетного караула, то есть совершенно не соответствуют проводы масштабу того, что человек делал, кем он был, чего он добился. Я вчера слушал, ну, и сам тоже поздравлял Руслана Дягилева с днем рождения, так что с прошедшим его еще раз. Я услышал, что кто-то из людей спросил, там, видимо, ссылаясь на ролик, который я в свое время перепощивал, где Константин так кратко высказывался, там, по гендерному вопросу в каком-то кафе. И спросили что-то такое, ну, там, у Руслана, что он по этому поводу думает. И Руслан, или кто-то другой так сказал, как-то, я же засмеялся, типа, что, ну, наверное, вот, значит, тоже некий дядечка, который наслушался идеи МД, и теперь, значит, решил к ним, как сказать, приоттачиться, что называется, типа, тоже такой, сочувствующий. Как бы должен и подтвердить, и расстроить одновременно. Просто это совершенно неправильная постановка вопроса. Константин был фигурой такого масштаба, что по сравнению с ним, наш все МД, это, в общем, ну, как бы сказать, немножко игра в бирюльке. К счастью или к сожалению. Я могу так проиллюстрировать. Константин и его соратники занимались и занимаются не больше, не меньше, как изменением политического строя, да, ну, законными способами. То есть преобразование вот этой нашей мерзкой действительности к чему-то более удобоваримому, более, более лучшему, да, прости от меня, русский язык, для русского народа. И только как следствие уже для всех остальных, но в первую очередь для основной массы людей. И во всем спектре вопросов, которыми он занимался, гендерный вопрос, вот эта вот семейная политика, она, конечно, у него звучала иногда, но это был просто реально очень маленький, маленький такой островок, про который он время от времени что-то писал, что-то говорил, юморил достаточно много и довольно едко, едкую сатиру писал там. Надо будет бросить пару ссылок потом в комментарии про принца и принцессу, например, там вот это переложение сказки про принца и прекрасная принцесса, как так примерно называется. Но не только. В общем, если попробовать изобразить, как это, на что это похоже, то представьте себе, что вот вся деятельность Константина и его соратников по преобразованию страны. Возьмем, что это некий такой блин на сковороде, да, и все наши вопросы, все вообще полностью, все, чем мы занимаемся в мужском движении, вот это все, семейные кодексы там, не знаю, разделы и прочее, на этом поле это площадь размером, ну, скажем, со столовую ложку примерно, в лучшем случае. Собственно, основной вопрос, который я ему хотел задать и не успел, но, возможно, когда сейчас как бы немножко нервы успокоятся и как-то все немножко утрясется, может быть, кто-то из соратников таки сможет ответить на вопросы. Я хотел именно спросить, какова же конкретная программа, потому что они много времени потратили именно на разработку конкретных, там, программ, реформ законодательства и даже переписывание Конституции. Какая же будет гендерная политика? То есть, что они по программе хотели сделать? В противоположность с нашим, как бы, ну, с нашим обычным мужским движением. Наш, так сказать, блин, это вот все вот эти вопросы, связанные там вокруг гендера, там, да, и психология, там, и семейные законы, и, не знаю, там, вопросы связанные с детьми и так далее. Но, в общем, это наш, как бы, блин основной. А вопросы политики, то есть, какие-то реформы, изменения чего-то, поправки и так далее, они у нас занимают примерно там, ну, вот, площадь размером со столовую ложку, в лучшем случае. Так что, как бы, сравнивать Константина, ну, лично и НДП в целом, их масштабы с мужским движением, несколько, ну, просто, скажем, это как яблоки с апельсинами, в лучшем случае, это сейчас, чтобы никого не обидеть. Уровень подготовки людей, которые там занимались, например, вот, изданием там журнала «Вопросы национализма», то есть, люди всерьез, писали новую конституцию. Для этого просто даже образование нужно, определенное, да, для этого нужно, ну, читать определенные вещи. Он знаток классической литературы. Он там шпалил в латыни, по памяти, без словаря там, не как там я, например, подглядываю. Ну, это человек с классическим образованием, в самом высоком смысле этого слова. Это совершенно не похоже на там, на все, что там, на школы, которые мы позаканчивали. Нет, это... Поэтому он и особенный, поэтому он и другой. И очень жаль, что, так сказать, знает его, скажем так, меньше людей, чем он того явно заслуживал. То есть масштаб его, видимо, только со временем будет разворачиваться. Кто это был? Егор Холмогоров сказал сегодня, что это действительно была эпоха Константина Крылова. И так оно и есть. Теперь начинается новая эпоха. Эпоха после Константина Крылова. Ну, в общем, в эти вот 20 лет, первые 20 лет 21 века, это был, наверное, ведущий русский мыслитель, реформатор. Ну, успел сделать столько, сколько успел, сколько, так сказать, времени было отведено. Но, тем не менее, успел сделать много. НДП очень давно пыталась и пытается все еще зарегистрироваться в качестве партии и войти по официальным каналам, войти в полноценные властные органы. И, в общем, там, под разными именами и разными, так сказать, с разными программами, но, в общем, ни в какую, так сказать, ни тушка, ни чучелка, в общем, их в Думу не пускают. В этом смысле это вам для контраста. Как так получилось, что вот некая группа, опять же, я сейчас никому пальцем не показываю, ну, просто подумайте, почему группа намного, ну, с намного меньшим размахом, масштабом, да, была запущена очень легко там в общественную палату. Я вот не помню, чтобы, например, Константин Анатольевич был в общественной палате хоть единый раз. А уж кто мог там сказать, кто умел сказать, ему было что сказать. Уж ему было что сказать. Надо будет бросить вам, не так давно была у него лекция, что-то такое, типа, про сказки, роль сказки во взрослой жизни, как-то так называется. Там был такой пассаж, вы, в общем, обалдеете, насколько он близок к некоторым идеям, которые звучат в МД. Просто он, ну, это его как бы побочная деятельность, не основная. Основная деятельность у него была намного-намного масштабнее и серьезнее. Печально, конечно, все это очень. Хорошо, что проводы получились, но все равно как-то масштаб неправильный, конечно. Я покидаю ссылки на такие, на некоторые интересные его лекции, уже длинные, не короткие какие-то. В прошлый раз я бросил такие коротенькие зарисовочки, просто чтобы дать почувствовать вкус, что такое он был, как он мог иногда срезать, что называется, как он выступал. Но у него есть гораздо более такие действительно серьезные лекции, которые можно послушать и не один раз. Я, пожалуй, наверное, сутки еще подожду, ничего другого публиковать не буду. У меня, честно говоря, сейчас просто голова просто не варит ни о чем другом. Так что мне еще надо там день-два пережить. Ну, а так что, Omnia Tempus Hubbent, всему свое время. Время разбрасывать камни и время собирать их. Повод каждому лишний раз задуматься, вот, не дай бог, завтра случилось с вами что-то. Это ведь не обязательно может быть здоровье, это может быть и несчастный случай, все что угодно. А подготовлено ли у вас то, что есть? Даже банальный вопрос, вот написано ли у вас завещание? Я свое первое завещание написал, мне было, наверное, где-то лет 21 примерно. Я насмотрелся, как мы мучились, мои родители с наследствами от бабушек и дедушек, которые не любили всю эту бумажную волокиту и все это сбрасывали на ось. Потом дети вынуждены были все это разматывать. где-то официально, где-то через суды, а где-то и через неофициально, потому что по-другому уже просто невозможно было это как размотать. Так что я свое первое завещание написал 21, по-моему. С тех пор я его обновляю, как бы, если у меня меняется жизненная ситуация, то я его иду и переписываю. Есть такая вещь, как, ну, он называется не так, но, в общем, по смыслу это примерно синоним душеприказчика. У нас в законе есть такой механизм, который позволяет назначить человека, который будет выполнять вашу последнюю волю, то есть, который будет отвечать за похороны, за там, за убедиться за то, что там нужное имущество там передано в нужные руки, там, что сообщение нужное доставлено людям, каким именно образом вы собираетесь там распорядиться своим телом и так далее, и так далее. Причем, ему тоже может за это быть отписана какая-то там сумма и так далее. По умолчанию таким душеприказчиком является либо супруг, либо родители, ну, там, в общем, примерно по той же лестнице, в какой наследие устроятся. но вам никто не запрещает нарушить эту линию, вы должны оформить специальный документ. Я, честно говоря, пока его не оформляю, поэтому детально, как это делается, не знаю. Либо это нотариальный документ, который оформляется у нотариуса, либо это некое какое-то государственное заявление. Я думаю, что это нотариальный документ, скорее всего. Там назначается человек, прописываются вот эти все там вещи. Ну, то, что в пределах закона, естественно, можно прописать. Там тоже есть свои ограничения. Вы не можете все что угодно распорядиться, сделать. Но распорядиться определенным образом своим там имуществом, телом, похоронами и там какие-то операции сделать. Вот подумайте, допустим, особенно те, кто креативничает, у вас много всяких там аккаунтов. У вас есть там, не знаю, ваши видео на Ютюбе, а еще какой-нибудь там семейный канал для семейных видео на Ютюбе, а еще какие-нибудь там, не знаю, всякие живые журналы и бог с ним, что еще. Кто и как, так сказать, примет это, то есть кому нужно и как оставить пароль. Это тоже все нужно записать там, пусть не официальным документом, но хотя бы оформить такую бумагу, да, и сделать так, чтобы человек знал, где ее взять, тот, который, так сказать, вскроет финальный конверт. Что делать с вашим телом? Тоже я не буду агитировать там за, настаивать на вскрытии или запрещать вскрытие, настаивать на разрешении трансплантации или там запрещать трансплантацию, но и то, и то можно частично, по крайней мере, можно регулировать тоже специальными документами. Просто нужно оформить эти документы и иметь их, что называется, на готове. То есть, когда с вами что-то случилось, у вас уже нет времени оформлять что-то такое. Вам нужно уже, чтобы человек, которого вы назначили, мог воспользоваться уже тем, чем вы для него приготовили. Все это тоже занимает, ну, нужно, в общем, заниматься этим. И время, и некоторая сумма денег, и доехать до нотариуса, что вот в этом сейчас, конкретно в этой обстановке, совершенно невозможно. Ну, в общем, повод подумать. Повод подумать. Помните про сюжет в фильме «Елена»? Собственно, одна из интриг была, что героиня похоронила завещание. И в конце нотариус так и говорит, что, типа, адвокат говорит, что раз завещания нет, хотя вроде как оно должно было быть, но раз его нет, то все делится, в общем, что называется, по умолчанию. По умолчанию это по закону. Это можно посмотреть в соответствующем кодексе. какая у нас очередность в наследовании и как что будет делиться. К сожалению, наши законы не позволяют человеку полностью распоряжаться своим имуществом. Через завещание есть определенные правила, которые невозможно обойти. Они в любом случае будут действовать. То есть определенное имущество определенным людям отойдет в любом случае, чтобы вы там не писали, но в каком-то пределе все-таки можно это минимизировать. Это в какой-то степени можно регулировать. Ладно, пожалуй, на этом я закончу. Не буду выжимать из себя. У меня голова, честно говоря, все равно не варит. Здоровья всем, долгих лет жизни, ну и не тратите время даром. счастливо.